Любишь ли ты проходить хоррор игры? Любишь ли ты пощекотать себе нервишки? Если да, то заходи и подписывайся на канал Смертника. Здесь также ты сможешь найти стримы и видео по игре CSGO. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов, где мы дальше будем продолжать ловить, искать и также прокачивать наших покемонов и строить крутые домишки. Да, ребята, но если вы хотите больше серий, если вы хотите, чтобы я просто-напросто больше видео выпускал как можно чаще, чтобы я для вас старался еще больше, ребята, я буду рад вашему лайку. Если мы сегодня с вами сможем насобирать 3000 лайков, то завтра в 10 часов утра выйдет новая серия Пиксельмона, я вам, ребята, обещаю. Поэтому не поленитесь, это большая для меня поддержка, я буду рад каждому вашему лайку, честное слово, ребята, это очень для меня важно. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята, я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Также можете поделиться этим видео со своими друзьями, сделать репост в социальных сетях, допустим, ВКонтакте, я также буду этому, ребята, очень сильно рад. Да, а сейчас мы, в принципе, будем сразу же приступать к самой серии. И, как видите, на стриме, который был и вчера, и позавчера, я в прямом эфире строил вот этот дом, ну, до конца его, конечно, еще не достроил, даже до половины не достроил. Мне кажется, тут максимум процентов так 7-8, потому что я планирую охренеть какой большой дом, рысачка, замок. Потому что у нас же тут будет королевство покемонов, кто не знал, и поэтому, как будто у мэра этого города, этого королевства, должен быть, ну, более-менее такой нормальный дом. Все мы знаем то, что люди, которые работают депутатами, можно сказать, в политике, никогда не воруют. Поэтому у них такие большие дома, они просто деньги находят на улице, это все прекрасно знают. Поэтому, ребята, у меня также тут будет большущий дом. Конечно, на серии я его строить не буду, но смотрите, я вам проведу небольшую экскурсию. Что у нас тут будет такое? Ну, в первую очередь, тут вход, тут окна, и тут по сторонам, то есть, с левой, вот тут с левой, и с правой стороны, если, ну, вот так смотреть, да, а, конечно, тут у нас слева и правая, будут вот такие башенки. Башенки сделаны для того, чтобы, вот, как круто это выглядит вот с этим модом, да, в Майнкрафте. Это просто офигеть, в обычном Майнкрафте вы такое точно не сделаете. Но, тут такие лестницы, где мы поднимаемся на второй этаж. То есть, башенки сделаны специально для того, чтобы подниматься на второй этаж. А, чтобы было так еще намного круче, чем просто там делать какие-то лестницы вверх и все, да. А, и вот тут, под этой башенкой, у нас будет тайная комната, как, знаете, как Гарри Поттер, который жил в комнате под лестницей. А тут у нас будет, ну, всякие хламы тут будем складывать. Поэтому, ребята, у нас будет такая мини-коморка, можно сказать. А, вот, в этой башне, то есть, в другой башне у нас будет, наоборот, подвал, где мы будем тут спускаться вниз. И там у нас что-то будет. Я, если честно, еще пока что не знаю, что. Да. В принципе, ребята, вот такой у нас домик получается. Конечно, достроить его не так-то просто. И это займет еще офигеть и офигеть и офигеть, сколько много стримов. Потому что я это все строю, ребята, на стримах. Стримы каждую субботу, каждое воскресенье в 3 часа дня. Поэтому всегда приходите. Ссылочка на стримы есть в описании, ребят. Я всех вас там буду ждать. Потому что я, действительно, там почти целый день стримлю. Общаюсь с подписчиками. Ну, и просто-напросто играю в различные игры. Да, ребята. И, как видите, я уже насобирал достаточно так и апреконов, мне кажется. Мне так кажется. И черных, и желтых. Только я не помню. Вот тут у нас 2 желтых, 3 черных есть. То есть мы уже можем начать себе крафтить покеболы. Конечно же, для того, чтобы ловить новых покемонов. Потому что мы что-то с покемонами тянем, 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 тянем. Как видите, у меня уже есть по 23 штучки. И это, ребята, очень круто. Потому что сейчас, смотрите, мы можем отправиться в шахту. Вот сюда. В шахту. И тут поставить вот это все на пережарку. То есть у нас есть специально 2 тут. Тут у нас будет плавильня, ребята. Я ее еще, конечно, не достроил. Но тут у нас будет плавильня. А сейчас это все жарится с помощью вот таких железных печек. Да, которые я уже сделал. Поэтому, ребята, пускай это тут все жарится. А мы пойдем домой и мы поспим. И знаете, что случилось на предыдущем стриме? Знаете, что? У меня заспанилась рай кваза. Те, кто смотрел стрим, не дадут мне соврать, ребята. Напишите в комментарии то, что я не вру. Но в прямом эфире мне в чат написало, мол, заспанен легендарный покемон в Sun Flower Plains. Это, конечно же, это равнина, да? То есть только в этом биоме спамится рай кваза. Поэтому рай кваза это, мать его, и была. Ух, какой я там нервный ходил. Потому что, знаете, спавится именно тогда, когда это нам нафиг не нужно. Потому что это действительно так, ребята. Знаете что? Ну, давайте-ка я сделаю 20 вот таких частиц. Ну, то есть это для покеболов, только нижние части. Вот там, где апреконы перерабатываются, это для верхних частей. А сейчас нам нужны нижние. Но также нам нужно еще сделать наковальню. А как она делается, хоть вы убейте, я... А, нет. Помню. Хоть вы убейте, но я помню, как она делается. Вот так она, ребята, делается. Но где бы ее поставить? Если плавильня у нас будет в шахте, то есть если плавильня у нас будет тут, то, по идее, наковальня также тут должна быть, да? Если плавильня у нас же будет тут, и мы тут все будем перерабатывать, то наковальня, по идее, также должна быть где-то вот тут. Вы согласны, ребята? Мне кажется, что так оно должно и быть. Но это еще не все, потому что нам нужно сделать какой-то молоточек. А у нас есть сколько? У нас есть 7 железа. Ну, молоточек, в принципе, он не очень так дешево стоит. Потому что, если мы будем делать, то молоточек стоит целых 5 железа. Это, если честно, очень даже много. Мы, конечно, потом в будущем сможем сделать себе механическую наковальню, да? Но она, офигеть, какая дорогая, поэтому не получится сейчас ее сделать. Но нам нужно вот так сейчас сидеть и перерабатывать вот эти 20 нижних частей. Видите, нам одна часточка, вот эта частица выпала, и сейчас нам нужно ее подобрать. Только у нас столько тут нафиг хлама, потому что я даже не знаю, что нам нужно выкинуть, что нам нужно подобрать. И вот эти 20 частей мы будем очень долго перерабатывать. Поэтому я, наверное, сейчас нажму на паузу и вернусь тогда, когда я это все переработаю. Плюс к этому у нас за нашими, точнее, в данном случае за моей спиной, а вот там жарится, жарится апрекон. И потом, когда они все пережарятся, мы сделаем верхние частицы. И знаете, какие покеболы мы будем делать в этой серии? Они, ну, я не скажу то, что они самые лучшие, но они и неплохие. Самые плохие покеболы это обычный покебол и также грэдбол. То есть они такие, ну, слабенькие, можно сказать, слабенькие. А мы будем делать ультраболы, ребята. Мы сразу же будем делать ультраболы. Почему? Потому что ультраболы это даже не средний уровень, это чуть выше среднего уровня, но чуть ниже самого высокого уровня по качеству, по качеству покебола. Поэтому это как раз такой самый-самый нормальный стабильный вариант. Не очень дорогие, не очень затратные, но очень хорошо ловят. Поэтому, ребята, я сейчас вернусь. И вот, ребята, у нас идет последняя частица. Ой, случайно забрал ее. Случайно забрал ее. Но, как видите, у меня молоточек уже практически сломался. Поэтому нам нужно будет сделать... А знаете что? Наверное, мы даже сделаем уже сразу алмазный молоток. Потому что мы насобирали достаточно такое большое количество алмазов. А как вы помните, алмазы мы нашли в лаки-блоках, да? Потому что мы находили кучу лаки-блоков. И, в принципе, у нас есть больше, чем 20 алмазов. Поэтому они сейчас нам как раз очень даже пригодятся. Да, у нас... Да, это, конечно же, все у нас пережарилось. И даже нам ачивку дали, ребята. Даже нам какую-то ачивку дали. Если бы у меня еще место было это все куда-то выложить. Потому что места у меня вообще нету. Это нужно сюда поставить. Места у меня вообще, ребята, нету. Вообще. Так, давайте еще заберем вот это. И сейчас нам нужно сделать ультраболы. Точнее, как они делаются, если бы я помнил. Вот нет, наоборот они делаются. Значит, они вот делаются вот так. Да. Они делаются вот так. Как вы видите, это верхняя частица ультрабола. И зачем я делал 20 вот этих штук, если... Ну, если у меня получилось только 11 вот этих. Но это, ребята, очень даже нормально. Потому что за 11 болов, если нам попадется какой-то... Ну, как бы это сказать. Если нам попадется не паскуда. А паскуд я называю тех покеболов, которые вообще ни при каких обстоятельствах не хотят ловиться. Потому что они будут выкобыливаться. Мол, нет, нет, я не залезу в покебол. Нет, я не залезу в покебол. Даже меня не силой. И вот это реальные паскуды, которые просто не хотят залазить в покебол. Поэтому, ребята, 11 ультраболов и квикболов. Кикболы это еще лучше, чем ультрабол. Мы, в принципе, также потом можем делать квикболы. Мне кажется, мы уже даже сейчас можем сделать. Я просто рецепт не помню. Но все же, ребята, это круто. Это круто, потому что 1 квикбол и 11 ультраболов это уже нормально. Но мне кажется, что этого молоточка не хватит для того, чтобы надолбить вот эти все 11 верхних частиц. Он еще поломается. Да, вот он поломался. Поэтому нам, наверное, нужно сделать еще один. Нам нужно сделать еще один. Знаете что, ребята? Давайте мы сразу же вернемся домой. Вот сюда. И выложим изначально. Давайте нафиг выложим. Да, если бы у меня тут место вообще было, что выклаживаться. А кстати, ребята. У нас тут есть 3 кожи. И больше нету? 3 кожи? А где остальная? Прокакал что ли? Ну да ладно. Потом как-то разберемся, ребята. Потом как-то разберемся. Сейчас давайте выложим печку. Вот это все выложим. Пускай будет вот тут. И возьмем 1, 2, 3, 4, 5. 5 алмазов мы, конечно же, потратим. Но они нам пригодятся. Потому что сейчас смотрите, как намного быстрее это все будет делаться. Вот смотрите. Мы опять отправимся вот сюда в шахту. И давайте посмотрим, как быстро сейчас это все будет делаться. Давайте мы вот это вот так поставим. И давайте посмотрим, ребята, как сейчас это все будет быстро. Вот. Пум. 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 За 3 секунды. А с железным мечом. Вот этим. Хотел сказать мечом. Потом. А. А думался. Не мечом. Топором. Хотел сказать. Нет, не топором. С этим молотком. Алмазный молоток это вообще. Тум. 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 Готово. А если его еще зачарить на эффективность, то он будет просто вот так. Пум. Готово. Пум. Готово. Пум. Готово. Это офигеть, как будет круто. Поэтому, ребята, смотрите. Что нам нужно еще сделать? Нам нужно взять половину. Ровно половину вот с этого. 11. И сделать 11 кнопочек. Сейчас нам нужно это все совместить. 11 верхних частей. 11 кнопочек. И 11 нижних частей. И у нас получается 11 новых болов. Ультра болов. Нам даже ачивку дали, ребята. Даже ачивочку дали. И я вас всех с этим поздравляю. Вот честное слово. Я всех вас, ребята, поздравляю. Потому что это круто. 11 покеболов это очень круто. И знаете что? Я, наверное, все-таки решился. И я, наверное, сделаю следующим своим покемоном. Водного покемона. Почему? Потому что у нас есть. Вот тут как раз у нас есть океан. И это очень круто. У нас есть, ребята, в первую очередь. Огненный покемон, да. И он даже нам пригодится. 75 507. Вот так. И сейчас нам нужно сделать водного покемона. Потому что водный покемон нам также очень пригодится. Многие мне говорили, мол, Эдисон, слови там Старли. Слови там Пиджеота или еще кого-то. Мол, летающий покемон. Но вы, ребята, забыли то, что у нас есть Черезард. А Черезард тоже же летающий покемон. Зачем нам еще один летающий покемон? Я просто в этом не вижу никакого смысла, ребята. Поэтому сейчас вот тут на краю пляжа мы сядем на Черезарда. И отправимся на поиски какого-то острова. Действительно какого-то острова. Потому что остров нам нужен. На острове спавнится куча покемонов. Это в первую очередь хорошо для того, чтобы качаться, ребята. Это хорошо для того, чтобы качаться. А также тут спавнятся легенды на острове. Может заспавиться Суйкун. Где-то на пляже. Может заспавиться Кьогр. Где-то в океане. И также может заспавиться Лугия. Которая также спавнится в океане. Но где-то то ли в воздухе. То ли также на каких-то территориях. Мол, пляж. Или там на каком-то островке небольшом. Поэтому в океане спавнится довольно-таки много покемонов. Вот как раз я вижу какой-то островочек. Это островочек или это какой-то новый... Нет, это островочек. Поэтому, ребята. О, кстати, смотрите, что я тут заметил. Смотрите, что я тут заметил. Опа-на. Сойдет. Какая-то перчатка нафиг. Какая-то перчатка. Джиглипав. Джиглипав, извини, я тебя ловить не буду. Но я что-то вообще тут никаких покемонов не вижу на вот этом острове. Будто все куда-то испарились. Я... И что самое хреновое? Я даже в океане ни одного покемона не вижу. И даже на карте ни одного покемона не вижу. Кто бы где-то там плавал. Версия... Версия покемонов. Версия покемонов. Пожалуйста, не разочаруй меня в этом сезоне. Я тебя очень прошу, ребята. Мы будем надеяться, что эта версия нас не подведет. Потому что смотрите на карту. Смотрите на карту. На карте я не вижу ни одного покемона, который бы плавал в воде. Вот сейчас мы подлетели к этому островочку. И тут я вижу то, что есть, ну, 3, 4, вот там 5, 6 покемонов. Но вот сейчас в океане никого нет. Вот на карте, видите, там показывают то, что есть. Но это не водные покемоны. Это вот эти летающие. Все, в воде больше никого нет. А где вы, мать твою? О! Еще один бон выбили. Нормально. А где вы нафиг? Я в воде ни единственного покемона не вижу. Да, это будет не очень круто, если они действительно будут вот таким способом спавниться. То есть, или вообще не спавниться. Потому что я действительно никого просто не вижу. Странно, странно, очень даже странно. Как эти лучи прикольно выглядят, да? Вот, нет. Я все же надеялся, что в воде кто-то будет, но в воде никого нету, ребята. Вот там вроде один был покемон, но больше я никого не вижу. Вот смотрите на воду, ребята. Смотри, я вот на мини-карту вот в том углу, да? И там никого нету просто. А если я зависну? Вот, допустим, если я зависну, если я немного спущусь. Я никого не вижу. Да, мне... Я не знаю почему, но... Прикиньте, если водные покемоны тупо не будут спавиться где-то в океане. Это будет бредятина полная. Потому что я хотел и Сквиртла найти, я хотел и Маткипа найти, я хотел и Тотодайла найти. Да, вообще любого водного покемона. Первый нормальный водный покемон, который нам попадется, я его сразу же... Ну, ладно, не словлю, потому что я не могу знать, словлю я его или нет. Но я его хотя бы попытаюсь словить. А если они вот так будут спавиться, как сейчас, то я их даже не то, что словлю, я их даже не найду нафиг. Это очень хреново, ребята. Это очень хреново. Все же будем надеяться, что в следующих сериях у нас может кто-то заспавниться. Потому что сейчас я никого не вижу. Кто это? Нет. Ты нам не нужен. Хотя, почему не нужен? Граймер. Ты нам нужен только для того, чтобы тебя убить. Граймер. Вот так. Потому что у нас 25 уровень такой, более-менее. Небольшой, но все же. Это будет очень плохо, ребята, если никто спавиться не будет. Значит, Маркроу, вы там ванную принимаете. О-о-о. О-о-о. Так, рэпидбол. Еще один болл выпал. Нифига себе нам боллов выпадает. Замечательно, ребята. И кто у нас тут еще есть? И кто там у нас еще есть? Это у нас болото, да? А кто у нас на болоте спавнится? Я помню то, что Маткип вроде тоже на болоте спавнился. Когда-то. Когда-то он спавнился. Может, сейчас уже нет. Потому что спавн покемонов они меняют практически в каждой серии. Не, в каждой серии. В каждой версии. Поэтому, ребята, я не помню, кто у нас тут может заспавнится. Но все же будем надеяться, что хотя бы кто-то заспавнится. Потому что сейчас, ребята, я даже не знаю, что нам делать. В воде просто-напросто нету покемонов. Это какая-то аномалия нафиг. Будем надеяться, что они все-таки появятся. Может, я попытаюсь как-то это настроить. Маджикарпы в озерах спавнятся офигеть как. Просто офигеть как. Давайте я еще раз сюда пойду. В озерах их просто куча. Столько то, что... Лови хоть по 10 штук каждую серию. Но вот тут никого нету. Это очень плохо. Давайте мы еще раз долетим вот до того островочка. Посмотрим. Может, тут кто-то заспавнится. По идее, даже на вот этом острове. Или что это такое? На вот этой платформе, да? Должно было заспавиться уже офигеть как много покемонов. Но я никого не вижу. Никого не вижу. А может они спавнятся, если мы к ним пойдем? То есть, может теперь как-то они вот так работают? Может какая-то новая... Не знаю. Новая система спавна? Опа! Я паука вижу под водой. Я паука вижу под водой. Значит, там данж какой-то есть. Неа, ребята. Неа. Что-то они не спавнятся. Я не знаю. Будем надеяться, что потом заспавнятся. Ладно, ребята. Давайте мы будем возвращаться домой. И, наверное, на этом будем заканчивать эту серию. Ребята. Я буду рад вашей поддержке. Потому что она действительно для меня очень важна, ребята. Каждый ваш лайк для меня важен. Поэтому, если вы хотите просто видеть больше видео со мной, если вы хотите, чтобы я не сдавался, выпускал видео каждый день, ребята, это для меня очень важно. Это большая поддержка. Вам просто нужно хренакнуть на палец вверх. Это все, ребята. За это я вам скажу большое спасибо, потому что я действительно вас люблю и ценю, ребята. Честное вам слово. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И также делитесь этим видео со своими друзьями. Скидывайте им ссылку, приглашайте их на просмотр. И также делайте репост этого видео, допустим, в ВКонтакте. Потому что, чтобы больше людей узнало, чем мы занимаемся и что мы тут делаем в нашем сезоне с покемонами. Поэтому, ребята, 3000 лайков, завтра выходит новая серия. Да, ребята, спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Приходите завтра на мой канал, потому что видео выходят каждый, каждый день. Я каждый день тебя буду ждать на моем канале. Приходи, чувак. И, ребята, еще раз большое вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.